И так, всем привет, с вами Дубга, мы продолжаем играть в Derbruder Karinche за Австрию. И Австрия наша немножко выросла, мы уже стали объединенным корольцем Германии, выделили все наши бывшие территории как марионетки, не германские, и мы теперь полноценная Германия. Осталось лишь победить Наполеона на западе, и все готово. Ну а вы, если вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем эту кампанию, и приведем ее к единственному логичному завершению, наша доминация в всей Европе. Поехали! Забавно, что у нас все еще есть вот эти вот фокусы, и королевство Баварии что-то делает, но королевство Баварии уже не существует, так что эти фокусы просто мы бы зря взяли, если бы тогда взяли. Что можно идти вот сюда, но перед этим я, конечно же, доделаю некоторые свои другие фокусы. Давайте также заберем к себе Албанию, а то она такая одинокая, на Балканах единственная, а еще и Румыния почему-то, кстати говоря, не оставила нашей марионетки, это странно, потому что она анонсирована. Ну ладно, сделаем Албанию, сделаем еще чуть-чуть военных заводов, чтобы успеть достроить наши танчики. И тут у нас еще немножко механа делается и реактивной артиллерии. Да и огнеботые танки я в пехоту поставил. В общем-то, какие-то мелочи еще есть, давайте их доделаем. После чего отправляемся во Францию. Албанию присоединяется, скорее всего, я еще и подлодки начал делать. Ну это вот сюда, это мы Францию будем поддушивать. И последний военный завод уберем. Ну и все, пора покончить с Апаленовской угрозой. Есть ощущение, что мы немножко перекач, да, ну так, казуальное ощущение есть. Ну посмотрим, ну скорее всего, да, скорее всего мы очень жестко пронесем в Францию. Вообще очень грустно, что в этом моде, вот уже 41 год, а я мог уже закончить, я мог уже атаковать Францию, в принципе мы бы ее пронесли. Единственное, что хочется атаковать ее уже, знаете, красиво, когда мы прям все закончили. Иначе мы могли бы реально уже, ну, полностью его захватить. И в 41 году наша игра закончилась. Мод слишком короткий, на мой взгляд. Из-за этого ты просто не успеваешь даже что-то интересное исследовать. И мы также деплоим авиацию. Ну и я думаю, можно уже начинать. Давайте. Пускай авиация исполняется. И последний удар. Франция будет повержена. И сразу всем маринеткам, чтобы тут ничего не простаивало. И сразу вот сюда, потому что я сюда тоже решил привезти армию. Ну, типа, а че нет? Если как бы можно, да. Верно. Ну и происходит сегодня везде. На море, в воздухе, на суше. Все говоря, в воздухе, да, у нас есть все бафы. И везде мы побеждаем. Как неожиданно. Да. Атаринская конфедерация пала. Франция просто, посмотрите на это, у нее даже нет уже дивизии на фронт. Настолько быстро их сносим. Можно еще, конечно, авиацию взять и переставить вот эту сюда. Хотя, есть ощущение, что это даже лишнее, но, типа, а че нет? И все на этом. Да, вот так вот и падает здесь под конец Франция. Мне кажется, здесь надо все-таки, во-первых, как-то бафнуть Ишек. Потому что они слишком слабые в итоге получаются. Вспомните, особенно Пруссию. Пруссия здесь такая слабая безумно. Хотя она как будто и должна весь этот движ начинать. Ну и Франция. Россия, как сдалась, легко. Франция. Очень как-то не хватает Ишком мозгов. И, не знаю, сил, промышленности какой-то. Ну, как есть, так есть. Апитуляция в Франции. Мы ее разделили на оккупационные регионы. И что нам остается? Давайте, может, еще какую-нибудь Британию себе пойдем под... Подожмем. И на этом можно будет практически закончить. Я даже не ожидал, что все будет так быстро. Хотя некоторые легкие подозрения были. Ну, смотрите, как-то появляются кнопки на управление французскими государствами. Там давайте будем подавлять. Но, опять-таки, а смысл в этом какой-то есть? По-моему, нет. Недорога, кстати говоря... А Франция, типа, сбежала в Африку. Понял. Теперь понял, почему там все еще марионетка. Хотя это странно. Каким образом у нас все еще... У них все еще марионетки вот здесь вот. И вот это бегает независимо, когда мы их захватили. Ну, ладно. Так и быть. Оставим это на совести разработчиков. Готовим выставку в Британию. И нам уделяют войну Мозамбик, Ангулу. Э? Наполеоновские знания. А, слушайте. Ладно, все еще не закончилось. Хотя, блин, мы только что победили. Давай, ну... Дядь, чтобы мы победили еще раз. Ладно, мы победим еще раз. Как бы не проблема. Только, блядь. Ну, да, у меня дивизии вайпали из-за этого. Ну, одну, по крайней мере, вайпали. Это могут еще тоже вайпнуть. А, как-то не сильно интересно продумано. Ну, ладно. И у нас как раз есть горнострелки вот сюда. Как прекрасно. А. Подождите. То есть, из всей Франции и всех ее маринеток, именно на Дагомею держалась вся его жизнь. Именно Дагомея определяла, будет ли Наполеон жить или умрет. Звучит это забавно и странно, но... Ладно, я тут же что сделаю. Они уже капнули. Но есть ощущение, что все-таки здесь свободная Франция должна быть главной страной, а не Дагомея. Но. Создатель мода, как говорится, решает. И... И да, кстати, опять без криптового мира. Ну, ладно. Вот и Китай капнул. Ну, Китай там пускай сам справляется. Мне в Китае ничего не интересно. Здесь уродские границы получатся, пускай. Там мы делаем вид, что там ничего не происходит. Ну, да, там же ничего не происходит, верно. Еще раз бросаем войска, чтобы в Африке перехватить их. На Арабском полуострове. Тут тоже в Африке, в Южный, в Северный. Ну, и здесь наша вот эта армия поддерживает нашу выстку. Есть еще одна свободная армия. В теории можно было куда-то в Индию бы, но здесь очень неприятная граница. Я думаю, пускай там будут и сами справляются. Все равно. Вообще-то вот это вот будет важно. Кстати, здесь почему-то японские корабли. Непонятно, что они там делают, но ладно. ДП-шка готова. И пришло время убить войну. Сразу везде нападаем. Здесь тренировки все отменяем. И то сразу там битва. Здесь пошла сразу выстка. И единственное, что еще я не сделал, так это авиацию. Давайте сюда перебросим. И мы полностью готовы. Айф, вот мы уже высаживаемся. Протяжка авиации. Даже танки, которым неудобно высаживаться, все еще высаживаются. Можно сказать, штраф за флот 70% нашим танкам не сильно вредит. Как видите, даже с таким штрафом они успешно высаживаются. Здесь зажимаем их. Вайп в порту. И делаем новый приказ сюда. Эти ребята также делают новый приказ сюда. Поплыли. Параллельно еще, я так понимаю, разбиваем британский флот. Ну, в основном пока всякие конвои и все. Но британский флот, судя по всему, тоже прекрасно. Победа на всех фронтах. Посмотрите, выстка в западную Францию. Попытка выстки. Ну, уже некому усаживаться. Ребята, знаете, вот они отправились туда. Высаживаться. Они такие только до берега доехали. Экстратаж капиллер. Они еще этого не знают. Но они уже сдались. То есть они только к берегу подплывают, но они уже сдались. Они этого еще не знают. Ну, и получили мы все подряд. Кстати, говорят, тут... Да, давайте поделаем всякие кнопки. Но в целом, мы закончили. Нам можно было бы сделать опять-таки барионетки. Потом. Во время войны, кстати говоря, при мире тоже, наверное, можно. Но уже ладно. Уже получилось как получилось. Не хватает этой моды еще скриптовости нормальных миров. Как-то они странно все еще выглядят. Боты. В общем-то, с этим модом мы закончили. Прошли мы уже все играбельные страны. Я бы сказал, он средненький. Как один раз поиграть нормально, но переигрывать у него как бы, ну, вряд ли кому-то захочется. Но с вами, ребят, был ТПГ. Обязательно подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Твичи, Скорбусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok